Приветствую вас! Я думаю, что задавая такие вопросы, вы не продвигаетесь впервые. Я думаю, что вопрос, который действительно нужно было бы себе задать заключается в том, почему, например, я попал в секту, как он не оказался, почему я из нее вышел. Если у меня действительно развилась на соне выхода из нее депрессия, то, соответственно, есть ли у меня диагноз депрессия. Если диагноза нет, то, соответственно, не депрессия, а депрессивный синдром. Ну, депрессивное состояние. И, соответственно, работать нужно у жизни. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, вы такое впечатление, да, что постоянно ищете что-то. То есть, вот, вы в секту вступили, чтобы что, вы там потом в интернете стали зависать. Опять же, опять же, чтобы что. То есть, эти вот вещи, которые у вас есть изначально. Их, собственно, и нужно исследовать. Их, собственно, и нужно разбирать. То есть, то, что было изначально. А описываемые вами моменты, то есть, те моменты, которые вы описываете, это, скорее всего, все следствие. Следствие чувства вины, которое у вас, вероятно, вероятнее всего всегда было, еще до того, как вы даже в секту вступили. Вот. Потребность в том, чтобы, значит, ну, вот, извращенные мысли, которые вы пишите, это, опять же, базовые потребности. То есть, ну, не очень понятно, в каком вы хотите быть, в качестве хотите, да, то есть, в качестве того, кто, или в качестве того, кого. Вот. В зависимости от ситуации, да, от положения. Можно говорить о стремлении к контролю и стремлению к таким обозначениям границ. Ну, и контроль, и границы, это все вместе потребность безопасности, базовая потребность безопасности. И, соответственно, эту самую базовую потребность безопасности вы пытаетесь удовлетворить. Вот. То есть, вы очень болезненно относитесь к границам. Точнее, точнее, я бы сказал, капсистическую границу. Вот. Очень сильно. Вот. Вот, я полагаю, что именно этим вы занимает это все. То есть, ищите, ищите границы свои. Ну, свои личные границы ищите все. Вот с этим и нужно, на мой взгляд, работать, с этим и нужно, на мой взгляд, оперировать. Что-то вы пишете, значит, по поводу вопросов. Почему такое происходит из-за потребности, и как такое может не нравиться. Нравится, потому что, опять же, соответствует тому, что вы хотите. Как избавиться от этих несчетов? Вот это, в корне, неверный вопрос. Потому что, избавляться от чувств, Кирилл. Минут. Я бы сказал, что числу необходимо раскрывать. То есть, вы уже их чувствуете. Вы уже их чувствуете. Признайте. Признайте. Что вы их чувствуете. Что вы их чувствуете. Признайте. Признайте. Что у вас это чувство есть. И эти чувства, их, ну, необходимо, раскрывать. Вот. Вот. Вот там где. Раскрывать более, корректно. Что ли. Более. Ну, более адекватно. Ну, более адекватно. Что ли. Понимаете. Какая штука. Если вы будете действовать так, а не обвинять себя, то вы получите реальный шанс на опричение счастья. Вот. с другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. А обвинение себя. Ну. Продолжение обвинения. Приведёт вас. Только. К новому. Новому повторению. Вот. С того, что. вы делаете. С того, что вы чувствуете. Потому что вы хотите, потому что это обвинение, любое обвинение, оно подкрепляет действия, ну все действия, которыми, которые вот, высовершают. Вот, примерно, примерно такая история, такой примерно момент, то есть, у вас запрос в корне неверен, надо тут избавиться, избавиться от этих чувств было бы неправильно, потому что отцов замен, ну вот вы избавиться, да, отцов замен, избавиться, а зачем, для чего, знаете, вот опять же, у вас нет смысла, нет мотивации, нет цели, зачем все это делать, для чего все это делать, вы хотите чего-то себя лечить, ну окей, а что дальше, что вы будете делать дальше, как вы будете использовать, например, ну, например, свою энергию освободившихся, как вы будете использовать, как вы ее будете, на что вы будете ее тратить, есть ли у вас какие-то цели, у меня такое ощущение, это, конечно, что нет. А, дальше, действительно я так виновен, что такое чувство, видите, т.е. вы уже начинаете играть, действительно ли я виновен, т.е. вы хотите какое-то, какого-то одобрения, т.е. это говорит о том, что в некоторой степени вы еще ребенок, и ведете себя по детской традиции, это детская правда, действительно я так виновен, т.е. вы упоминяете нас, как родители, помыть нас самостоятельно, учиться быть взрослым и определять чувство ответственности. Вы не виновны, но вы в любом случае не виновны. Вы ответственны, да, вы ответственны, но не виновны. Разные вещи. И как бы вот в том, чтобы брать на себя ответственность за то, что вы делаете, и брать на себя ответственность за то, что вы делаете для того, чтобы этим управлять, чтобы это использовать, чтобы быть хозяином своей жизни. Вполне реально. Понимаете, какая штука. Дальше идем. Самое страшное, это мое чувство вины. Ну, опять же, чувство вины, это родительские установки ваши. И я, наверное, соврал бы, если бы сказал, что это полезная штука. А родительские установки в данном случае вам только лишь вредят, они только лишь вам вредят, они никакой пользы вам не несут. И это очень важно понимать. Это очень важно понимать, что ваше чувство вины вам не принадлежит. В норме человек, человек себя не обвиняет. В норме человек понимает ответственность, исходит из того, что он сам считает верным, правильным, что он сам считает важным, что он сам считает ценным для себя и так далее. Вот. Ну, и все. Я бы не стал говорить о том, что что вы делаете, что вам нравится, это так уж прямо плохо. То есть я бы не стал говорить вообще о том, плохо это или нет. Я бы стал говорить о тех мотивах, которые попрощают вас так поступать. И о том, что вы, например, будете делать, если этого не будет. Одно дело, если это свободный выбор человека, свободный выбор, то есть хочу делаю, не хочу, не делаю. И другое дело, если и хочу, делаю, и не хочу, тоже, тоже делаю. Понимаете? Вот. Вы понимаете, какая штука, сексуальное возбуждение, сексуальное возбуждение, оно очень сильно завязано на безопасности. То есть если, грубо говоря, я чувствую себя в безопасности, вот, если я чувствую себя в безопасности, если я ощущаю себя в безопасности, то в таком случае я, скорее всего, возбуждаю. То есть нельзя возбудиться, если я чувствую себя в безопасности какой-то, нельзя возбудиться, если я не ощущаю себя защищенным. Понимаете? Вот. Поэтому, в первую очередь, то, что вас возбуждает, является тем, что вас успокаивает, тем, что вас защищает. Вот. Вот это и нужно исследовать, в первую очередь. Вот. Поскольку, здесь у вас потребность в безопасности достаточно ярко выражена, плюс у вас чувство вины, которое тоже, как бы, намекает, что не в такой, не в такой ужьи безопасности я нахожусь. Вот. Вот. Если это убрать, если вы сможете самостоятельно реализовывать свою безопасность, свою безопасность, вот, то неизвестно, тогда, куда, куда выбор ваш падёт. Падёт ваш выбор, значит, вот в ту, ну, вот в ту сторону, в которую сейчас идёте. Ну, что ж, это ваш выбор, захотите его поменять, обратитесь к сексологу, вам помогут. Но, скорее всего, выбор падёт ваш на что-то другое. Скорее всего, скорее всего, выбор ваш будет, связан с другими вещами. Скорее всего. Вот и всё. Понимаете? Опять же, вы говорите, самое страшное чувство вины, но чем оно страшное, чувство вины? Ведь чувство вины, оно только у вас в сознании. Чувство вины, оно только у вас в голове. Чувство вины. Реально, реально его нет. И реально оно не страшно. То есть, иметь в виду реально, то, что вам это не причинает вреда. Никакого вреда. Абсолютно. То есть, вы сами причинаетесь вред. Вопрос, вам для чего? И, может быть, может быть, может быть, я не уверен, но может быть, все дело заключается в том, что вы хотите причинить себе вред. вот, вот, понимаете. Может быть, вам хочется причинить себе вред, может быть, вам хочется причинить себе такой вот негатив, именно для того, чтобы получить какую-то выгоду. То есть, к примеру, вы на протяжении, там, всей своей жизни, единственным способом для вас получить какое-то, ну, какое-то удовольствие, да, какое-то наслаждение, или просто почувствовать себя расслабленным, например, и защищенным. Единственным способом для вас было вот либо себя обвинить, либо соответственно что-то еще. и, естественно, в этом, в этом, в этом случае, конечно же, вы будете снова, снова, снова это делать. Естественно, да, понимаете. То есть, момент здесь, он, вот такой, момент, здесь. Так что, да, это серьезный вопрос, но его нужно решать. спокойно, свободно, без обвинений, без оценок, без суждений, без суда, потому что человек не судья. вот, 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 примерно так, примерно так, я, думаю, вам, можно, ответить, на, вопрос, который вы задаете. на этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, в принципе, задать мне их, в личку, вопросы. я буду рад, вам помочь. Если вам, понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы, сделаете его лучшим, я вам желаю всего, самого доброго, удачи, успешного разрешения, удачи. 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 Удачи.